Да, я вас сердечно приветствую, Светлана Геннадьевна и Акбар. Акбар – участник нашей школы, почетный. Причем он специалист по методу саморегуляции ключ, который у нас проходил подготовку и сам давно работает, и очень творческий человек, и он в этих обеих наших книгах как соавтор, со своими приемами. Да, и причем очень хороший, интересный личный опыт он там нам дает. Вот видите, в обеих наших книгах, и смотрят же эти книги очень много тысяч людей. У нас только в Ютубе 187 тысяч, а еще и другие социальные каналы. Ну, очень много людей, и все в курсе. Так что, Акбар, мы тебя еще раз поздравляем с твоей важной работой. Желаем еще более успешной и полезной работы. Благодаря вашим методам. Ну, почему только благодаря? Потому что вот и мама Светлана Геннадьевна, и папа, и твой брат влили в тебя очень много полезного. И поэтому я с удовольствием сейчас со Светланой Геннадьевной, которая мне подарила краски, но я ее люблю и уважаю не только за краски, а потому что она занимается настоящим искусством. И поэтому мне очень дорого и ценно ее мнение. Например, по чайнику. Мне там же написали, когда я показал этот чайник, что это из Федориного горя, Федориного горя чашки, которые, ну, короче, там они все знают эту историю. Да, как вам нравится моя чашка? Да, очень добрая. Это потом наш Макаров, который режиссер, и который делал фильм наш «Ключ-месье», он говорит, ты лимон пририсуй. Я лимон пририсовал. Да, лимон очень, кстати. Да, очень, очень хорошо. Спасибо. Прямо как у Кустодиева «Натюрморт». Очень пышный, сочный, живописный. А мне здесь глазки нравятся. Да, глазки чудесные. И ротик, улыбка, и щечки. Живое получилось прямо тело. Спасибо вам большое. Вы знаете, что я вам хочу сказать? У меня есть райская группа. Конечно, вы кандидат в эту райскую группу вместе с Акбаром. В этой райской группе я только после предварительного разговора, а вас-то я уже знаю, и поэтому нечего, как говорится, формальничать. Вы там будете, конечно. В этой райской группе только после предварительного разговора я принимаю людей. Я сейчас веду эти разговоры с каждым. И мы оформляем эту райскую группу там в Фейсбуке и ВКонтакте. Дело в том, что туда попадают люди, которым есть что сказать, чтобы их видели люди, делились опытами. И там будет уникальнейший контент, которого в мире вообще никогда не было. Ну, каждый век приносит что-то новое. И там есть одна идея, уже воплощенная в жизни. У нас сейчас будет вебинар. Мы там будем вторую часть этой идеи давать, потому что мы на бесплатном любезе уже дали первую часть. И там будет на вебинаре сейчас вторая часть, а потом будет еще на бесплатном любезе третья часть. Это вообще супер. Это такого в мире не было. И вот теперь чайник, который кипит, чайник, которым воплощена идея, что человек требует тоже как чайник, это он в сильном напряжении, выпустить пар. А выпустить он не знает как. Потому что его не учили в школе это делать. И у нас уже же и в учебнике до 10-11 классов часть нашего метода саморегуляции ключа от профессора Матвеева. У нас уже все готово, чтобы дать людям готов свежего воздуха в условиях неопределенности, когда мы не знаем, что делать завтра. Потому что искусственный интеллект забирает наши возможные рабочие места. А вот туда же и попадет сейчас одна дама, я вам хочу сказать, и хочу, чтобы она услышала. Потому что у нее страхи, тревоги. Она начала заниматься ключом по нашему интернету, увидела материалы, ролики. И там есть у нас бесплатный ликбез на главной странице в пресс-листах на Ютубе. Она там увидела, начала заниматься, было все хорошо, вроде паники ушли. А потом опять начались, ну погода тут резко поменялась. Она еще не знала об этом, как это сильно влияет на внутричерепное давление и так далее. Не записывала, только что я говорил, четыре фактора. Но дело не в этом. Я ей сказал, у вас любимое дело есть. Вот у нас есть любимое дело. Мы занимаемся, например, живописью. Мы еще пишем книжки. Мы еще пишем много всякого. Готовим там людей, спортсменов. Я почему это все рассказываю, потому что первый раз сюда зайдет новичок на наше видео, чтобы он все понимал, чем мы занимаемся. И вот при таком представлении я, значит, ей сказал, у вас любимое дело есть. Она говорит, какое любимое дело? Я вот только вышиваю, говорит. А сейчас я этого делать не могу. Я говорю, ну как, вы же должны найти какой-то любимый. Неужели вы в детстве не любили чего-то? Петь, танцевать, в классике играть. Симитируйте это. Симитируйте в виде движения. Вспомните из этого мощнейшего ресурса детства, когда вы были счастливы, но не осознавали этого. Но сделайте вот эти действия, движения. Не могу, говорит, вспомнить. И потом, говорит, какое мое любимое дело может быть? Я тут понял. Я говорю, может быть, потому что вы одновременно хотите, чтобы это и доход вам доставляло? Она говорит, ну, конечно, а как же выживать-то? Я говорю, послушайте. Есть любимое дело, которое доход дает, а есть досуг так называемый, который поддерживает вас, чтобы у вас снялись паники, тревожности. Вы были, чтобы не как чайник, а чтобы выпускали пар. Я дам методики ключа. Вы это берете, пользуетесь. Вам помогает, а потом вы опять оказываетесь замкнут в пространстве без любимого дела, без общения и вообще без ничего, потому что вы сложили вместе любимое дело и доход. Это очень важный вопрос. Важный вопрос, но все-таки есть досуги, которые поддерживают человека, чтобы он и любимое дело нашел, которое доход дает. Досуги. Чем больше любимых дел в таком смысле, тем больше точек опор. И поэтому я говорю, я вам сейчас пришлю, настоящее искусство, я вот так сказал, настоящее искусство из интернета. Полно же, полно. Я ей прислал одно, там музыка, 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 музыка. Там есть такие произведения. Ну вот, а потом я прислал еще одну музыку. Ну да, на что у нее отличница, да? И она вот, да-да, чтобы был процесс перебора. Чтобы шаблона не было, был процесс перебора. Принцип ключа. И вот, когда я дал еще одну музыку, там, значит, ну это тоже известный, тоже известный, играет. Он на виолончели, а она там, девушка, на аккордеоне. И они так это делают, ну просто, и она мне написала, это же космос. Представляете? Да, я ей сейчас с большой моей благодарностью вот за эти слова. Потому что женщина умеет сказать и метафору, и эмоцию высказать. Действительно такую важную. Я не умею, к сожалению, так сильно выражаться, потому что я занимаюсь наукой, и мне надо все свои слова говорить обоснованно, чтобы не было возможности к кому-то там придраться ко мне, что он что говорит, при чем тут космос там и так далее. А на самом деле космос, вот у нас же на книгах, видите, Акбата знает, и вы знаете, звезды над нами, и космос внутри нас, наша нравственность, наша этика. Так что вот я сказал все, передал привет этой нашей даме, здоровье ей, потому что она скоро попадет из этих страхов, которые научатся сейчас по методу Ключ использовать для здоровья и творчества, и раскрытия своего потенциала, она сейчас попадет в райскую группу. И там мы снова будем встречаться, но она вообще-то закрытая для всех, кто попадет туда только после того, как со мной будет разговаривать. Я сказал все. Хорошо, спасибо большое, Хосай Магомедович. Я прямо очень счастлива, вы такое вступление хорошее сделали. Мы сейчас немножко камеру поднимем, а то у нас наклонилось. Спасибо. Дело все в том, что у нас с вами действительно, вот благодаря Акбару, нас жизнь познакомила не случайно. Вот я в руках держу тоже сейчас свою книжечку, ну вот их несколько, их четыре, это учебники по изобразительному искусству для начальной школы. И у меня на обратной стороне тоже здесь есть эпиграф, но он тут завуалирован, слова Кюльчева. Все во мне и я во всем. Вот я вам покажу. А ближе, ближе, ближе еще. Так, вот еще ближе. Все во мне и я во всем. Спасибо вам. Вот. Поэтому и иллюстрируется этот учебник вот таким образом, что здесь идет восприятие, а дальше выражение. Вот в головном мозге уже идет выражение. А, выражение, да? Ага. Да. Вот. Ну я сейчас покажу это внутри. Вот здесь будет лучше видно, это раскрытый разворотик, вот так он выглядит, вот восприятие и выражение. И эти учебники, я тоже их сама иллюстрировала, чтобы и учителя обращали внимание на детей, на их особенности, кого они учат, и детям, чтобы они понимали, что они очень наблюдательны, внимательны, и что после этого вот в их сознании, в их там головном мозге происходят большие метаморфозы и превращения. Так что вот то, что вы сейчас сказали в ваших книжках, видите, у нас с вами общий такой девиз оказывается. Да, да, я думаю, что вообще-то все нормальные думают одинаково. Я тоже, да, я уверена в этом, да. И дети тоже вот особенно. Ну и что мне хотелось рассказать, ну вот эти учебники, они вышли в 2011 году, и уже вот столько лет они входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования, и как вот мне сказали, по ним занимается 25% наших школ, ну, России. В основном это Сибирь, Урал, вот такие регионы. Поздравляю, это очень серьезно, да. Вот. Ну, каждому учебнику есть рабочая тетрадь, методическое пособие, все как полагается. Альбом художественных задач, ну, в общем, это целая была большая история, но самое важное вот в них, это то, что здесь вложен практически опыт. Ну, так как вот вы знаете, у нас же в семье пятеро детей, и Акбар младший сын, вот, и из этих пятерых человек трое профессиональные художники. Они все имеют диплом, закончили высшее учебное заведение, вот, ну, потому что в детстве это было для них самое доступное, это карандаши, краски, вот, все, что у меня под рукой, и они видели, чем я занимаюсь, и поэтому, вот, выросло у нас три профессиональных художника. Ну, да. и вот пройдя этот путь, я хочу сказать, что все дети рисуют, вообще все, и вот вы сейчас очень верно сказали, что, вот, нужно найти любимое дело, но дело все в том, что мы же забываем наше раннее детство, ну, некоторые помнят, некоторым надо помочь вспомнить это детство. Что мы занимаемся, да. Да, а кто-то, а кто-то вот уже и помнит даже, да, и самое интересное, что мы все в детстве рисовали, вот все, все люди, во всех странах, во все времена, и заря человечества тоже началась с того, что люди и пели, пели, слышали звуки, да, и они изображали, вот эти наскальные изображения, которые мы знаем. Как раз в детстве я ездил в археологические экспедиции в поисках этих наскальных изображений, когда еще был школьником. Вот, видите. Потому что я был в этой группе, которая по блату, как говорится, профессор Гаджиев нас возил, показывал, это очень интересно. Мы тоже, вот, и у нас, когда мы с мужем встретились, мой муж музыкант, а я художник, вот мы так встретились и вместе стали преподавать, и мы создали свой клуб семейный, семицветик, и мужа с 95-го года. Это у нас сколько? Уже 28 лет, 29-й год. И в этот клуб приходят дети с одного года. Мы принимаем детей с годика и с родителями, конечно. А дальше уже они... Это примерно насколько наша школа человек будущего homo futurist. Тоже, да? Да, конечно. Получается, да, такие вот у нас параллели большие. И дело в том, что мы видим, конечно, что все дети маленькие, еще не говорят, но они уже любят рисовать, они любят что-то брать, изображать, лепить, ручками складывать. И это естественный человеческий процесс. И вот как вы, наблюдая тоже за детьми, вывели ключи движений, да, вот первых таких, ну, расслабляющих движений, факторов, которые помогают человеку снять вот, ну, такая скорая помощь, да, наверное, в какие-то минуты стресса, я обратила внимание, что первым делом все дети начинают рисовать спиральки. Вот берут карандаш в руку. И вот так вот начинают кружиться. да, да, они так, то, что я... Вот это первое движение. И так я набрала тоже, у меня вот пять таких наблюдений, пять основных, как бы, ключиков, которые являются, я им нашла проговаривания, речевые сопровождения. Ну, вот, когда вот так кружат, это гори-гори ясно, чтобы не погасло. Вот, и мы интерпретируем громче, тише, быстрее, медленнее. И вот эти речевые сопровождения помогают осознавать ребенку, что он делает, зачем, с каким смыслом, и запоминает действие. Он придает этому образ. Слова придают образ. Переводирует, да, да, переводит на уровень самосознания. Да, и он это запоминает, и на слово уже, на эту речь, на эти слова, он повторяет эти движения в нужные там моменты. Также вот дальше, ну, есть несколько таких вещей, линии, волнообразные, ломанные линии, и во всему этому у нас есть речь, образ и действие. И вот все это вместе, когда соединяется, оно помогает выйти вот тоже из зоны беспорядка. Ну, дети же, они немножко хаотичны. из хаоса порядку, да, и чтобы вот их собрать, и чтобы они могли, вот как, знаете, из Броуновского движения, да, рождается ток, направленные движения частиц, вот, также мы их организовываем словами, плавной речью, ритмикой речи, и действиям, и они собираются, вот, и, конечно, это тоже происходит очень быстро, достаточно, и они быстро обучаются, поэтому вот если мы это действительно, вот не будем бояться, приобщать себя к музыке, к движению, к цвету, к красоте, к красоте, в первую очередь, и к восприятию, то у нас быстро происходит восстановление, вот у нас, у взрослых людей, восстановление разорванных связей, и мы восстанавливаемся, а дальше нам нужно делать, вот то, о чем вы говорите, чтобы укрепить это состояние, и уже его поддерживать, и не выпадать из него, вот самое главное. Да, то, что вы говорите, очень совпадает с тем, мы как-то писали книжку с Тамарой Зиновьевой, она искусствовета, дочка того профессора Зиновьева, который говорил о том, что, ну, короче, при наступлении нового периода, вы стали социолога, при наступлении нового периода всегда происходит некий откат, старый период, он там с Ельцином обсуждал этот вопрос, о Зиновьеве. Так мы с ней когда говорили, я даже дал ей несколько страничек, она в нескольких страничках в этой книжке у меня, она там говорила о том, что каляка-маляка, которые рисуют как дети, как ребенок рисуют, если ее раскрыть, то там произведение. То есть, по сути, мы не в своих действиях, в своих жестах, в своих каляках-маляках выражаем свое мироощущение, которое потом, в процессе возраста, каким-то образом раскрывается, подкрепляется, за счет взаимодействия с опытом общества и так далее, происходит развитие человека. Это очень-очень сильные вещи, которые на самом деле, вообще где-то когда-то лучшие педагоги в школе, это и на интуитивном уровне, и на сознательном уровне, носили детям. Потом это обрывалось, потом сейчас вообще где-то непонятно, и вот то, чем вы занимаетесь, как раз таки восстанавливает глоток свободы, свежего воздуха, чувство гармонии, чувство правды внутренней, истины, чувство истины. Спасибо, что вы это делаете, и мне очень приятно, конечно, что у Акбара такая мама и такая семья, поэтому не случайно, конечно, Акбар у нас создатель собственных приемов по саморегуляции. Он нам помогает всей семье тоже, и вот и брату, который рисует, но всей нашей семье, и мы очень прислушиваемся, и это действительно очень работает моментально, потому что у меня вот был как-то ожог рук, я обожгла руки, но это был химический ожог, не термический, а химический, и нужно было тоже потерпеть, восстановиться, и вот мы с ним на улице стояли, и он мне начал рассказывать, что представь, что у тебя в руках комочек снега, а теперь представь, как ты его чувствуешь вот своими чистыми руками, свежими. Рассказывайте, вы покачиваетесь, вот это поразительно, потому что, когда человек рассказывает волнующий его какой-то предмет, он помогает сознанию своему, больше сосредоточиться, на чем он говорит, снимая лишнее напряжение, выпуская пар, как чайник, вот в данном случае повторяемыми движениями, и вы представили этот комочек снега, да? И у меня прошла боль, и этот, а просто у меня таких, ну это я там делаю некоторые вещи, произвожу, и у меня было несколько раз эти ожоги, и на этот раз этот ожог прошел на следующий день. Вот так, поэтому, поэтому вам спасибо большое, это сработало. Дети нас тоже учат, да? Дети нас учат. Очень, очень, конечно, то есть ваш метод, он эффективен, и мы все пользуемся, но я хотела бы, если можно, вернуться вот к калякам-малякам, да? То, что вот ваша коллега говорила, потому что у этого есть, вы вполне знаете, такое классическое обоснование. Дело в том, что я тоже заметила, и это все замечают, когда дети маленькие рисуют, ну, некий такой хаос, на первый взгляд, то, что мы называем каляки-маляки, но я не люблю вот это слово, сочетание, но оно распространено, и всегда в этом, вот в наборе линий или пятен есть живая форма, и это как в облаках, это как мироздание, и всегда вот я жду, я еще это называю, замесили тесто, они как бы месят тесто, дети, и когда стоит в этом тесте поставить точечку в нужном месте, это будет глаз, или слона, или лебедя, или рыбы, анатомически точно, у меня есть тоже книга, где это можно увидеть, так вот, что интересно, тут есть такая книжечка Сергея Даниэля «Искусство видеть», а Сергей Даниэль, он преподаватель, профессор Академии художеств Петербурга, и в этой книге вдруг я читаю, что у Врубеля был подобный случай, и я думаю, не только у Врубеля, это вообще свойственно, наверное, было, но зафиксирован, случай с Врубелем, он писал раковину, сначала углем, ну вообще вот в классической школе, нашей русской школе, русского реализма, сначала пишут углем, рисуют, делаются рисунок, а потом уже наносятся краски, и он изображал перламутр раковины, это вот такая есть раковина красивая, он любил эти наблюдать формы, эффекты, и зарисовывал тщательно углем, грани, затем вышел в другую комнату за красками масляными, чтобы начать писать, и возвращаясь издалека, он заметил в этом рисунке девушек, которых он не рисовал, и написал их, эта картина называется «Жемчужина», ее можно увидеть у нас в Третьяковской галереи, я понимаю, о чем речь, я понимаю, вот, поэтому, и вот я назвала вот это явление, так я скажу, явление, потому что у детей, которые мы наблюдаем, это уже не каляки-маляки, я это называю эффект врубеля, теперь уже, хорошо, а еще есть то, что это названо эффектом тест-ротшерха, тест-ротшерха, ну, это из психологии, если на ватман брызнуть чернила, то каждый там может что-то увидеть, и вот то, что он увидит, это как бы у него является тестом, тестом, да, ну, на каком уровне, да, что человек, какие проблемы. Это только гадание на кофейной гуще, ведь на этом тоже построено. Да, ну, вот эти вот образы. Из-за его подсознания, там как раз-таки сокрыто мироощущение в таком свернутом виде, которое способно разворачиваться и в пятнах на картине, и в кофейном, и везде, то есть свет в глазах смотрящего. Да. Да. Очень интересно, да. Так что это вот, видите, опять у нас вот это совпадает, и, конечно, вот мы уже с вами говорили о том, что вы работаете со взрослыми, в основном людьми, которые, ну, вот немножко так, рассыпались по жизни, а я вот работаю с детьми, которые еще собраны, пока не рассыпались, но этого не знают, и надо, вот моя задача, в них укрепить, да, вот это данное им природой. Вот мы соединяемся, если вы не возражаете, и соединяемся, мы работаем с детьми с возраста школьного, мы в свое время даже сделали видеоучебник, официально признанный ими образованием, ими здравом, в свое время это были, ну, где-то 27 лет назад, ну, больше 30 лет, азбука саморегуляции для детей, их родителей, педагогов, там и педагоги, и дети, и директор школы, там, ну, тогда еще не было у нас синхрогимнастики, которая сейчас в учебнике до 10-11 классов профессора Матвеева, тогда не было, и поэтому там были только идиомоторные приемы, и приемы покачивания, которые давали детям возможность, ну, там девочка говорила, например, вот вчера я смотрела по телевизору страшный фильм такой, потом уснуть не могла, а я сделала это покачивание, и мне хорошие сны приснились, а мальчик говорит, а я вчера не хотел делать уроки, там, учить английский, а я там постоял, покачался, и выучил урок, ну, то есть там много, да, это важно, но не было еще вот хлеста, не было еще потрястись, этого еще тогда в синхрогимнастике нашего не было, это потом возникла у нас синхрогимнастика, но опыт изучения людей как бы до 10% донести, сейчас уже это есть синхрогимнастика, и мы в нашей школе сейчас это как раз и даем. Это вот важно, да, это очень важно детям, потому что у них сегодня только... Дети как раз таки, они инстинктивно это делают, вы совершенно правильно говорите. Да, они очень... Вы подтверждаете это, да, и вы подтверждаете это в своей работе, поэтому я говорю, давайте вместе будем дальше двигаться. Конечно, но я вот хочу к чайничку вернуться, и мне-то, я любуюсь, вот сижу сейчас, и все время на него смотрю, и восхищаюсь искренне. Знаете еще чем? У нас есть много считалов, ну вот с маленькими детьми, приходят в основном неговорящие, и мы, но уже готовые, и поэтому мы много проговариваем считалов. И у нас есть считалка, чайничек, крышечка, крышечка, шишечка, шишечка, дырочка, дырочка, пар идет. Да, это, по-моему, татарская считалочка такая, чайничек, мы говорим, крышечка, крышечка, дырочка, дырочка, а, шишечка, дырочка, пар идет, пар идет. И возвращаемся. Пар идет, дырочка, дырочка, шишечка, шишечка, крышечка, крышечка, чайничек. Потом мы рисуем носик, ручечку и спрашиваем, какой будешь пить чай? Там красный, черный, зеленый. Вот, и пьем чай. Но вот что я хочу сказать про вашу эту работу. Удивительно, я же видела тоже процесс, как она шла. И вот эта работа восхищает меня, знаете, чем? Контрастами, вот где ручка, да, вот с правой стороны от меня. Дальше, вот контрасты, ручка внизу, темненькое пятно. Бликами, то, что вот он перламутровый у вас получился. И блик от лимона получился. То есть здесь все очень закономерно. От розовой ткани, тарелочка там или на чем он стоит. Он получился перламутровый. А это вот как раз Врубель изучал перламутр, да? И изучал, как это написать. Это очень сложная материя, перламутр. У него же много, там не просто закономерность света тени, там и блики еще. И у вас это получилось. Вот что я хочу сказать. Спасибо, спасибо. Я очень трону. Это я вообще сделала такой эмблемой, знаете, первым ключом, что ты смотришь, и первая реакция, вот впечатление, да, какое ты получаешь от твоих глазах. Да, поэтому мне кажется, это прям правда. Спасибо. Вы знаете, вот я читал, когда Годжиева, у него было объективное искусство. Вот есть, говорит, искусство субъективное, но кому как нравится. Да, да. Есть, говорит, объективное. Вот там, говорит, какой-то храм заходит, и хочешь, не хочешь, через некоторое время люди сидят и плачут. А в другом здании архитектурном каком-то люди заходят, хочешь, не хочешь, через некоторое время улыбаются. То есть какие-то объективные законы природы там архитекторами уловлены, выражены, которые действуют на большинство людей. Конечно. И вот это чувство, вот это чувство уловителя из природы, вот это из закономерности природы по определенным таким вот алгоритмам. Есть художники, которые это чувствуют, выражают, а другие смотрят, и тоже даже можно им ничего не объяснять, ничего не говорить, а вот они чувствуют. Но у меня есть тест. Когда ко мне в Центр защиты ОССР на Таганке там приходили люди, в зависимости от своего состояния текущего в моменте, они по-разному видели картину. Вот приходит, например, женщина и говорит, а что это у вас у всех на картинках глаза такие сердитые? А другой приходит и говорит, о, куда я попал, куда я попал, какой свет. Свет в глазах смотрящего. Это как раз возвращается к тесту Ротшерха, к каляки-баляки и к тому, о чем вы говорите. Да, да, да. То есть я очень счастлив, что мы с вами дружим. Я очень счастлив. Еще раз хочу сказать спасибо за комплимент картине, потому что у меня есть метафора такая, что еще непонятно, кто есть муза для художника, кем восторгается художник или кто восторгается художником. Правильно. Это взаимопроцессы. Это точно. Но у нас есть еще, да, пять минут? Конечно, конечно, конечно. Потому что вы как раз подвели вот к тому, что я подготовила, к объективным закономерностям визуального восприятия. Вот я же говорю, все нормально. Да, у нас прям, знаете, вот вы мне прям помогаете. Но этим тоже, да, я знаю, что занимался Рудольф Арнхейм, тоже это вот психолог, да, как раз объективными закономерностями. И вот преподавая детям с такого раннего возраста, у нас с двух лет уже есть класс Академия цвета. Это когда они работают, вот как вы, как художники, за мольбертами, на холстах и профессиональными красками. Это вот с двух лет мы им даем. Где они сами подбирают цвет, наносят пятна, ну, то есть музыка звучит, это всегда под музыку, после каких-то впечатлений, тоже таких красивых, возвышенных. И вот чтобы потом, ну, не с двух лет, а позже, уже где-то лет с пяти, я начинаю им рассказывать уже некоторые основы и закономерности рисунка и живописи. И вот с чего начинаются эти закономерности. Начинаются они с астрономии искусства. У нас здесь наша Земля и Луна. Луна, мы знаем, бывает месяцем, да? А Земля не бывает месяцем. То есть на Луне есть утро-ночь, свет и день, а на Земле утро-день, вечер-ночь. Вот почему? Почему? Да, почему? Почему? Мне тоже интересно, да. Почему? Мне тоже очень интересно. Я просто никогда об этом не думал. Вот это вот задавать вопросы и пытаться ответить, это из развития мышления. Конечно, почему не знаю. Ну вот тут самое интересное, что я много раз это задавала, и у меня тоже провожу семинары, вебинары для учителей и детей. И вот, вы знаете, только два человека, три уже, три человека из-за большую историю сразу ответили. А всё так просто. Просто у Земли есть атмосфера. И свет рассеивается. А здесь не рассеивается, он падает и исчезает. Вот и всё. И вот благодаря этому, ну или из-за этого, у нас существует логика передачи пространства и объёма на Земле. Я это называю астрономия искусства. И вот мы посмотрим, как изображали бы мы яблоки. Вот у нас два яблока. Это у нас яблоко на Земле, а это на Луне. И мы видим, что здесь так плоско, просто светлое и тёмное, чёрное и белое. А здесь свет, полутень, тень. И эта уже форма становится нам более понятной и знакомой. Так ведь? Дальше мы посмотрим, как вот эта закономерность ложится на кубические формы. Куб – это базовая форма. У нас, ну мы знаем вообще платоновые тела, но почему вот в художественных школах рисуют геометрические фигуры? Куб, шар, цилиндр, конус. Потому что это те основные фигуры, из которых всё состоит на нашей Земле. И вот плоскость, мы тут сразу понимаем, если это светлое, источник света наверху. Свет падает сверху. Здесь у нас скользящий свет, а это уже теневая зона и падающая тень. То же самое мы увидим. Следующая базовая форма – цилиндр. Вот как здесь источник света спереди, потому что вот самый яркий свет, здесь уже будет скользящий, потом полутень, тень. Вот интересно с шаром. Ещё будет один вопрос из области физики, но это физика света. Вот у нас шар. Что здесь важно? Что вот он шар опять, свет идёт, постепенно он тает, полутень, тень, падающая тень. И рефлекс. Рефлекс – это отражённый свет. Откуда взялся рефлекс? Как он тут появился? Если у нас тень, и тут две тени, откуда взялся этот свет? Вот он у вас на чайнике тоже есть. Если вы рассчитываете, что человек должен сразу ответить, или он должен подумать, если он сразу не может ответить? Да, конечно, подумать, но я не буду вас мучить, просто это настолько просто, да, что мы тоже так не привыкли думать. У вас на чайнике тоже есть рефлекс. Вот в той стороне, где ручка, и вот с этой, да, вот тут сбоку, где тёмный такой базочек, рядом с ним, вот светлый, ниже, вот ниже, прямо у ножки, вот здесь, вот у вас есть рефлекс. И этот рефлекс… Инстинктивно, инстинктивно, инстинктивно происходит, да. А потому что вы уже мыслите, видите, широко, вы открыли свои чувства, у вас нет барьера, да, для восприятия, для трансляции. Свобода от стереотипов, свобода от членов, нет страха, ошибки, да, да. Вот, и получается грамотно, так этот свет, вот этот рефлекс, это отражённый свет, который был вместо падающей тени, то есть на месте тени же был свет, вот она упала, но в природе ничего не исчезает, и этот свет отразился на предмете. Это голая физика, и вот я подчёркиваю как раз вот в своей работе, в учебниках, подчёркиваю, что изобразительное искусство, оно научно, оно так же объективно и научно в своей основе, как и наука, о которой сегодня мы говорим. И без этого, без этого, ну, понимания, мышления, мы, ну, просто как бы неграмотны, да. Вот Леонардо да Винчи, он, например, говорил, что кто не знаком с математикой, к моему искусству не подходите. Ну, у него всё очень выверено было. Вот, и вот я сейчас покажу, ну, на примере пейзажа, как это применяется, как рождается пейзаж. Причём вы видите, что я использовала очень простую технику, фломастер, ну, маркер ещё называют. Значит, у нас вот квадрат, прямоугольник, мы разделили на тёмную зону и светлую. Первый важный фактор, чтобы изобразить пейзаж, небо и земля тонально должны отличаться. Либо небо светлее, а земля темнее, либо наоборот. То есть наоборот тоже, видите, может быть. Итак, но сейчас и небо, и земля плоские, то есть там нет глубины, потому что только один тон серый, что здесь, что здесь. А вот теперь мы начинаем этот тон немножко менять. Вот, сейчас вы увидите разницу. Вот, и вот, видите, вот у нас один тон, а вот здесь у нас уже не один тон. Видите? Уже чуть-чуть побольше. А вот сейчас я покажу вам уже больше тон. Сейчас. А вот здесь уже ещё больше оттенков. И чувствуете, земля лежит. Земля как будто лежит. Вот, близко, дальше, далеко. Видите? Да, да. Это уже очевидно. Ещё раз вернёмся к началу и посмотрим. Плоско, уже объёмно. Видите? Плоско и вот объёмно. Так вот, то наше яблоко, о котором вот мы вначале говорили, вот этот рисунок, он нам объясняет, почему на земле надо использовать тональные отношения. И тогда происходит перспектива и то, ну, пространство, в котором мы все живём. Сейчас я покажу теперь небо. Работа с небом. А там была отдельно земля, тут небо. Опять, видите, небо ниже, а это небо высокое. Потому что здесь у нас просмечивает через атмосферу уже тёмный космос. И поэтому всегда, вот если выйти на улицу, это очевидно. Это просто каждый может увидеть. Небо стоит, а земля лежит. Теперь мы соберём это вместе. Сейчас. Ой. Вместе собираем. И у нас получается с вами, вот оно, небо стоит, земля лежит. Ну, здесь как бы вода, эти камыши и дальний лес. И мы получаем уже, видите, такой более, ну, какой-то выразительный пейзаж. Вот. Это уже у нас с вами совмещение. Ну, то есть, чтобы понимали мы, да, от плоского изображения однотонного, вот, ой, сейчас, где у нас, да, вот этот, один тон, здесь только один тон, он даёт плоскость. Точно так же, как вот, если я буду держать в руках чистый лист бумаги, ну, любой, сейчас я возьму, секундочку. Вот чистый лист бумаги, он освещен более-менее одинаково, и он однотонный, но стоит этот же лист бумаги, я беру и сминаю, делаю его объёмным. Видите, сколько оттенков сразу, да? Правда? То есть, бумага уже становится объёмная, у неё есть несколько оттенков. Поэтому вот эти вот тональные оттенки, причём, всё ещё зависят от освещения. Вот, видите, я сейчас поменяю освещение или направлю, вот, яркий свет, видите, будет, и этот свет лепит форму. Вот, представляете? И у нас уже получается вот такая объёмная фигура. Убираем свет, уже немножко другой контраст, эта разница идёт. Вот, и также в портрете, вот, что касается портрета. Дело в том, что я сейчас, ну, два слова хочу сказать. Мне повезло в жизни, вот, мне было 16 лет, я уехала в Ригу, я вам рассказывала, учиться в Академию художеств поступать. Там нужно было сдавать портрет. Но я поэтому ещё не готова была и пошла учиться. Вот, брала частные уроки, училась на курсах. И мне рекомендовали человека, который давал частные уроки. И он как раз вот учился у ученика Серова сам. Прямо непосредственно. И поэтому вот эти основы школы русского реализма, то есть вот Серов, он же ученик Чистякова, да? Это был у нас великий русский педагог, который воспитал, 63 года он преподавал. Это учитель Репина, Серова, Врубеля, Поленова, Саврасова, Нестерова, ну и так далее. То есть за свою жизнь он воспитал, ну, большую плеяду, вот, наш серебряный век русской живописи. Мы обязаны ему. И поэтому, имея вот такой прямой контакт с человеком, который учился, представляете, у прямого ученика, конечно, мы, вот, ученики, уловили очень много из уст в уста. То, что потом я не нашла в книгах. Хотя купила много книг про Чистякова и Серова и Репина. И поэтому вот что говорил Чистяков в первую очередь? Что в начале рисуют взгляд, потом уже только глаза. В начале дыхание, а потом губы. То есть вот, ну, это я такие сделала просто наброски. Не знаю, тут не очень хорошо, может быть, видно. И вот, ну, например, такой вот рисунок там, да, человека. Что вот эти темные, темные пятнышки, они уже появляются в конце. А в начале идет вот такой общий образ, вот он, характер, да, и, ну, поза, опять отношения там лица, волос. И, видите, теми, вот как нарисовать взгляд, да. Тоже вопрос хороший, правда же, согласитесь. Как можно нарисовать взгляд или нарисовать дыхание? Вот дыхание, ну, это же нематериальная вещь. Вот я абсолютно поддерживаю вот эту тезис, очень поддерживаю, потому что, не только потому, что я так делаю, не только потому, что мне кажется, это правильно. Душа, так сказать, произведение, ну, в чем суть? Да. Дело же не в том, цветок там или забор. Или, допустим, капли дождя. Вот мой сын рисует только цветы, букеты, цветы. Но он так рисует, что там можно увидеть и то, и другое, и третье. Потому что там есть вот это движение, есть дыхание, вот это есть сама душа. И я так говорил тоже, что пока душа в картине не появится, я не могу успокоиться. То есть я рисую, и днем, и ночью стою. Если у меня картина не дописана, меня это мучает. Я опять стою. Но самое интересное, у меня вот именно целостность получается по утрам. А вечером, когда я рисую, я вхожу в детали, мне надо отходить, видеть картину целиком. Ну, как так психология работает. Вот по утрам мне удается, когда я уже то ли между сном бедрственным, в таком состоянии, как Толстой. Толстой утром писал у Лев Николаевича в 4 утра или 5 утра свои, книги свои. Кто-то ловит, каждый ловит свое оптимальное состояние творческое. Да, да, это важно. У всех может быть по-разному, но я об этом сейчас говорю, чтобы кто-то, может быть, это кому-то поможет. Что в разное время человек ближе к истине, по биоритмикам своим. И в разное время, да, может там неделю рисовать картину и не сделать из нее ничего, а потом в один день прекрасный, а это вдруг окажется или утро, или вечер, какое-то настроение. Ну, монахи, которые рисовали иконы, они вот лавривали вот это вот. Да, да. И постились они, и молились они, они как-то регулировали свое состояние, чтобы сделать. Да, ну, и не хочу в это углубляться, это так понятно. Ну, я хочу вас дослушать, очень интересно вы говорите. Вот, но дальше, опять-таки, столкнувшись с детьми, что тебе нужно это детям объяснить, вот, я начала, мне помог Леонардо Довинича с его анатомией, с его пониманием формы, потому что вот с черепом, да, мы изучали череп, и у меня даже есть альбом, но это я, наверное, покажу в другой раз, сейчас не вижу его. Мы ходили на выставку Серова, помните, была большая выставка на Крымском, и вот 16-й что ли год, и мы готовили детей как раз, чтобы понять, ну, что ж там они должны, на что смотреть, мы рисуем на выставках тоже. И вот тут, рисуя череп, я им объясняла, что у нас вот эти надбровные дуги, это как козырьки, а глаза находятся в глазных впадинах, в ямках, и именно вот эти надбровные дуги отбрасывают тень, и мы вот намечаем форму глазной впадины, она индивидуальна, у каждого своя, в зависимости от освещения тоже, ну, я вот сейчас направлю там на себя, например, да, сейчас попробую, да, сверху, понимаете, вот, у меня тени, правильно, падают, вот, и вот эти тени, и есть характерная особенность взгляда, откуда уже будут смотреть зрачки, представляете, вот, также губы, они формируются, общая пятнышка, общий их характер, а потом уже это все прорисовывается, и это очень хорошо видно в русском музее, в зале Репина, где вот Государственный совет, у него картина огромная, она уже закончена, а по краям этой картины висят как раз эскизы, этюды, где вот эти люди, где изображены взгляд и дыхание, и вот мы с детьми тоже туда ездили, мы возили их туда для этого, чтобы они смотрели на взгляд и дыхание, а потом искали этих людей, там, около ста человек уже на картине, как это завершено, вот, поэтому, в общем, это очень интересная такая наша история, и тоже хотелось бы, конечно, чтобы это просвещалось и больше об этом знали, но, к сожалению, вот искусствоведы, да, тоже современные, вот они же не рисуют, они не художники, и они в основном рассказывают о сюжетах, о том, кто, что изображен, зачем, почему, это тоже интересно, но самое главное, вот этот же художественный момент рождения, правда, почему, как это, кто это догадался, что такое свет, а где тут источник света, а как этот свет проявил то, что мы видим, и тогда у тебя идет диалог с картиной, она тебе рассказывает. Ну, это любить надо свое дело, чтобы уметь так вот искать слова, чтобы это выразить, мне так нравится с вами разговаривать, потому что вы погружаетесь в эту реальность, о которой говорите, и, наверное, детишки с интересом это все воспринимают, надо будет нам еще раз там поговорить, пригласить в следующий раз детей и посмотреть, как они будут реагировать. Хорошо. Примерно, дайте мне несколько упражнений по ключу, чтобы они это вместе воспринимали, и будет такой взрывной эффект положительный. А мы пользуемся, мы пользуемся, потому что ведь рисование, ну, процесс рисования у нас сидячий, и это тоже, а детям хочется, поэтому мы очень пользуемся и вам очень благодарны, им нравится. Я вам благодарен, вот видите, как хорошо у нас получается, такие разговоры очень полезны. Сегодня это нужно очень. Очень, очень. Когда люди находятся в такой неопределенности, вот этот глоток свежего воздуха, я помню, было произведение то ли в юности, то ли где-то, я когда занимался, с детьми, которые за колючей проволокой в колониях сидят, и там, короче говоря, я взаимодействовал с Министерством образования, и были там, и выдающиеся люди были, я вот помню, Галину Николаевну Тростанецкую, она мне давала этот журнал, и там был Орлян и глоток свободы. О психологии этих детей-подростков, которые за колючей проволокой, их и психология, и глоток свободы. Вот мы сегодня сейчас находимся в таком положении, в этой неопределенности, как за колючей проволокой, в этой депрессии, когда не знаешь, что будет завтра, на что опереться, и мы говорим глоток свежего воздуха на творчество, которое идет изнутри самого человека, потому что там его мироощущение, там его генетический. Эволюция предшествующих поколений, там его геном, вот раскрытие потенциала человека может, как пар из чайника, либо матом выражаться, битьем, агрессией, потому что это же потенциал, если он не выражается творчески, он выражается в вульгарной форме. Да. Поэтому этот глоток свободы, орган глоток свободы, вот в этой колючей проволокой, условно говоря, условно говоря, в замкнутом пространстве, когда человек не знает, как быть, чтобы выпустить пар, правильно, выпустить пар, чтобы он был полезен и самому человеку и обществу. Можно только через творчество. Да. Вот это глоток свежего воздуха. Так что вот спасибо вам. Спасибо. Ждем встречи. Я всех приглашаю писать комменты. Это очень важно, потому что от ваших комментов зависит. Нужно нам беспокоить человека, чтобы мы, чтобы нам уделили время, рассказали еще что-то. Или лучше пусть человек отдыхает и занимается своим делом, которое для него как свежий воздух. Чтобы мы человеку не мешали. Ведь человек имеет лишнее время, оно очень ограничено. В личное время человек – это самое святое, что у человека есть, потому что жизнь одна, и она неповторима. Пишите поэтому, пожалуйста, комменты. Пишите вопросы, предложения. Я всегда читаю, и мы прочитаем. Пожалуйста, обращайтесь с вопросами. До встречи, друзья. Спасибо вам всем. Спасибо вам большое. Спасибо всем тоже за внимание и за эту удивительную картину. Она необыкновенно прекрасна, правда. И вот здесь столько смыслов. Вот вы сейчас сказали и про пар, и вообще чаепитие всегда нас всех сближало, правда. И это наша такая национальная черта – выпить чай, поговорить за чашкой чая. Поэтому здесь очень много и философского содержания. И я всем желаю, чтобы было с кем попить чай, и с чем попить чай, и поговорить по душам. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо вам сердечное. Спасибо. До встречи. До свидания. Да, сейчас я останавливаю видео. Теперь я входит в приложение. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...